Что такое почвенная пищевая сеть? Чтобы это понять, давайте начнем с термина «пищевая сеть». Мы все знаем про пищевую цепь животного царства, на вершине которой человек, верно? Посмотрев внимательнее, мы увидим, что некоторые члены пищевой цепи едят не только что-то одно, это касается и человека. В реальности больше походит и на сеть, а не цепь. Это пищевая сеть. В почве тоже есть пищевая сеть. Это живая часть почвы, куда входят насекомые и дождевые черви и гораздо меньшие микроскопические существа, как грибы и бактерии. Доктор Элейн Ингам является передовым исследователем микроорганизмов в почве за последние 40 лет. Она работает с командой ученых-исследователей, чтобы понять, как они взаимодействуют друг с другом и с растениями. Почвенная пищевая сеть — это своего рода почвенный биом. Как кишечный микробиом у человека, ответственный за переваривание пищи. Почва тоже имеет биом, переваривающий органику и высвобождающий нутриенты в доступной форме для растений. Вот так природа кормит растения миллиарды лет. Основные группы, образующие пищевую почвенную сеть, — это бактерии, грибы, протозоа и нематоды. В балансе эти разные группы взаимодействуют друг с другом и с растениями и создают изобильные экосистемы, как великие леса мира. Вы когда-нибудь задумывались, как леса могут быть самыми продуктивными экосистемами в мире без каких-либо удобрений или пестицидов? Ответ находится в почвенной биологии со здоровым биомом. Почва может обеспечивать растения всеми необходимыми нутриентами, а также другими бонусами, как защита от вредителей и болезней, защита от засухи и затопления. Почвенная пищевая сеть — это, по сути, природная операционная система. К сожалению, мы нарушили почвенную пищевую сеть почти во всех почвах, что мы используем. Нарушили ее баланс. В итоге, культивируемые нами растения страдают. Вспашка — это главная причина проблемы, так как она уничтожает микроорганизмы покрупнее, как грибы и протозоа, нарушая баланс почвенной пищевой сети, что приводит к разрушению системы, нутриенты становятся недоступными для растений, и защита от болезней ослабевает. До промышленной революции люди пахали, используя быков. Это около 3-4 лошадиных сил. Современные трактора доходят до 400 лошадиных сил и более. Так наносится гораздо больше ущерб почвенному биому с современной техникой. Использование химикатов усугубило проблему. Но мы можем восстановить почвенную пищевую сеть в большинстве почв всего за несколько месяцев. Это дает много плюсов как фермерам, так и окружающей среде. При сбалансированной почвенной сети фермерам вообще не нужно использовать удобрения. Не нужно использовать и пестициды, так как природная операционная система защищает растения. Гербициды для устранения сорняков также не нужны, поскольку сорняки растут только там, где баланс пищевой сети нарушен. Восстанавливая почвенную пищевую сеть, фермеры экономят деньги на химикаты во всех аспектах, а также их урожаи существенно растут. В некоторых случаях фермеры, работавшие с Элейн Ингом, увеличили свой урожай свыше, чем на 200%. Это потому, что почвенная пищевая сеть обеспечивает растениям доступ к потоку нутриентов из почвенной органики и самих почвенных частиц. Частицы песка содержат нутриенты, и угадайте, что? Грибы и бактерии могут собрать эти нутриенты, и они делают их доступными для растений в ходе процесса, управляемого растениями. Так, растение получает доступ к тому типу нутриентов, который им нужен, и именно тогда, когда нужно. Вот так вы максимально повышаете урожай и оптимизируете прибыль. Для окружающей среды множество плюсов от сбалансированной почвенной пищевой сети. Перед человечеством стоят несколько угроз выживания. Давайте посмотрим, как некоторые из них связаны с почвой. Самое очевидное – это эрозия почвы. По оценке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам осталось около 60 лет до того, как истощится мировой почвенный слой. По другим оценкам, лишь 30 лет. Почвенная пищевая сеть предотвращает ветровую и водную эрозию за счет создания структуры. Пожалуйста, посмотрите ролик о структуре почвы. Другая угроза выживания – это коллапс экосистемы. ООН сообщило, что каждое десятилетие популяции насекомых сокращаются где-то на 25% в последние 30 лет. Это значит, что сейчас на 57% меньше насекомых, чем в 1989 году. Популяции птиц сократились на одну треть за последние 15 лет местами в Европе. Как почвенная пищевая сеть может помочь? ООН определило использование пестицидов как главную причину сокращения популяции насекомых. Посмотрите ролик о вредителях и болезнях, чтобы выявить, как природная операционная система защищает растения от атак без пестицидов. Другая угроза жизни на Земле – это изменение климата. К счастью, почва способна удерживать огромное количество углерода в телах микроорганизмов и некоторых мегаорганизмов. Самый большой живой организм в мире не кит, а гриб, найденный в Орегоне, размером в 1665 футбольных полей. Ему от 2 до 8 тысяч лет состоит в основном из углерода. Восстанавливая почвенную пищевую сеть, мы можем остановить изменения климата. Посмотрите ролик о депонировании углерода в почве. В школе почвенной пищевой сети мы обучаем людей помогать фермерам отказываться от химикатов и переходить к фермерству в гармонии с природой, восстанавливая почвенную пищевую сеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok